доброе утро мои хорошие рада приветствовать вас на моем канале очередной влог из деревни сегодня мы уже последний день здесь и я поеду к бабушке там будет еще интереснее я вам обещаю так что продолжайте смотреть мое утро началось с того что жали мне отправила пару видео с твиксом твикс переехал к жали потому что мама приезжает в деревню сначала мама хотела взять твикса тоже но потом я подумала что он только привитый только он безблох вот сейчас я его отпущу непонятно что с ним произойдет вот еще потеряется потом иди ищи его решил написать жале она не против она его приютила тем более твикс любит жале он чувствует хороших людей вот поэтому твикс пока что поживет жале запах такой знаете навоза стоит мукует коровы кукарекают куры и прям знаете такое ощущение детства как будто я вернулась в детство красота не жизнь а красота мама уже в деревне сейчас двоюродный брат попьет чаек и отвезет меня птички поют не знаю с чем это связано у меня прям все лицо покраснело смотрите там красное красное обожаю когда птички поют в общем что я хотела сказать приехали мы с двоюродным братом на машине которую он арендовал на два дня дело в том что его машина с российскими номерами и к сожалению у нас закрыты границы поэтому не может эту машину водить здесь и она у него стоит на стоянке приходится арендовать машины я кстати не знала и подумать не могла что аренда машин так дорого стоит даже самых обычных я уже не говорю про какие-то люксовые машины легче просто поехать на такси как сделала моя мама моя мама и водить не умеет да и я тоже сидели болтали и не сказали айка ты можешь себе купить камеру ты можешь себе купить хороший телефон неужели ты не можешь купить себе права я так подумала я не хочу покупать я хочу сама научиться и даже если с 30 раза я сдам я хочу на права сдать сама а еще мне бы хотелось сказать вам огромное спасибо вам настолько понравились мои истории такие простые такие уютные вот я не думала что людей может так покорить простота обычный дом деревенский обычный быт мои зрители из инстаграма естественно все убедят намного раньше чем вы поэтому обязательно подписывайтесь будет очень интересно как только включила камеру а вот птички поют все уже выехали едем к бабушке еду я не одна мужском коллективе камиль он фанат кстати влада а4 меня не смотрит смотрит его даже мерч купила влада а4 дальше смотрим кто у нас здесь дальше меня пробует провожает и все это как раз таки тот поворот который я показывала в инстаграме вам эта деревня в которой я родилась не точнее я не там родилась я родилась в роддоме но все детство я провела вот в этой вот деревне называется гюдаке она раньше называлась александровка да мы сейчас я уже переименовали это уже дом моей бабушки да 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 там уже доехали можно сказать доехали на двое школу снять что-то я пропустила этот момент нет ничего 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 нет 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 ничего страшного не надо обратно ну ладно мы сейчас покажем вам школу деревенскую школу она очень хорошо бы не уронить камеру в общем здесь двоюродный брат решил устроить мне экскурсию я сказала не надо сказать что нет все равно надо здесь раньше была речка какая-то засуха ну а теперь как-то обратно вернешься не так дальше уже не надо не надо мне кажется сейчас перевернемся не надо а теперь как обратно а давай мы тебя вот с этим снимем с джипом становись где речка горы ты пришла типа это в общем мне дали возможность поснимать я даже исчез на боюсь тут прям овраг такой и небольшая речушка чушка по печка осталось но это все что от нее осталось камень не иди сюда здесь опасно можешь упасть пути на видео кажется что фигня на самом деле реально сюда можно упасть ну да вода грязный естественно а раньше когда я была маленькая мы сюда приходили здесь везде была вода просто огромная была река а это двоюродный брат все погнали сделали кожи дрожда граждане в инстаграме увидите теперь мы не можем отсюда выбраться смотрите какой и вот зачем мы возвращались школа я правда здесь не проучилась ни одного класса но хотела вам показать потому что для деревни на мой взгляд это офигенная школа и кстати наш дом находится рядом со школой а это наш сосед на тракторе надо с трактором делать да 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 без трактора и так лично это бабушка мам гостей ждали как вы уже поняли мы на месте я для вас сниму отдельное видео тур по бабушкиному дому как раз таки тапочки у нас лежали вот здесь и они пропали отсюда помните вам рассказывала мама дала мне специальное задание пощипать траву вытащить все что здесь вот выросла между между плиткой и у меня кстати нету интернета и непонятно когда будет какой-то сосед согласится поделиться со мной своим интернетом непонятно и только сейчас мне мама сказал что у тебя с прической не знаю что но что-то явно не дом а это бабушка она обожает деревенский труд сколько я не говори не делай это для нее часть жизни поэтому я тоже сейчас помогаю все это нужно убрать убраться и ты меня снимаешь как неожиданно вообще я вам могу сказать так деревенский труд это очень сложно откуда только они растут не понимаю каждый год выдергиваем с таким маленьком прикиньте чувствую что от этого маленькой ничего не из этого можно сделать афара нельзя чтобы добро пропадало везде какое-то лекарство что ли посыпать чтобы они не росли здесь каждый год сейчас посмотрим что мама взяла с собой я даже некоторые вещи забыла ее предупредить чтобы она взяла а но на это я не надеялась на это я точно не подписывалась вот что значит мать возьмет все что необходимо блин когда я буду матери я просто скажу своей дочке а чё ты сама не взяла че я таскать ты должна у меня мать 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 героиня ноутбук камера влоговая у меня штатив зарядка от камеры canon это профессионально и самое главное удлинитель она не забыла взять удлинитель пожалуйста не обращайте внимание на бардак который творится вокруг просто мы в этом доме не были уже наверное за четыре месяца и плюс это очень старый дом это дом бабушки поэтому надеюсь на ваше понимание здесь я уже переобуваюсь и это зал костиная здесь фотография это мой дедушка едва его братом а здесь но я вам в принципе сейчас не стоит показывать я вам буду снимать тур по дому бабушки наверное сейчас это лишнее поздравьте меня я подключилась к интернету наконец-то просто придется наверное скорее всего сидеть под забором потому что интернет соседский и непонятно насколько быстро он будет все загружать учитывая что у соседа семья большая все в интернете наверное скорее всего долго будет все дело загружаться но хоть какой-то интернет хоть какой-то они все в работе так что надо как-то оперативно утром все это загружать интернет кстати восемь стало мам прикинь шесть пол шестого она встала но это хорошо вообще хорошо здесь не жарко не холодно вот прям такая погода в которую реально нужно ехать в деревне а еще еще я собираюсь вот здесь печь хлеб и показывать вам как я это делаю уже почти загрузилась так что контенту быть а еще я хочу снять мукбанг с интересным видом здесь расцвела вишня у нас еще в огороде есть черешня можно как-то сесть под дерево хотя нет дерева вам все равно видно не будет в общем место я найду хочу на природе снимать мукбанги они дома дома тут особо знаете таких видов нету единственное чего я боюсь что будет задувать ветер будет задувать микрофон сижу я значит смотрю фильм из сохраненок здесь у меня белочка и столько уже нагрызла а из новостей ничего хорошего решила загрузить видео уже второй час грузится и всего 32 процента прикиньте это сколько мне надо грузить три видео в день скорее всего тогда я здесь долго не пробуду просто потому что я не смогу тогда работать не смогу загружать для вас видео поэтому наверное пару дней и я свалю где-то так переселилась я сюда в самую глубь нашего сада посмотрите какой вид здесь получается не знаю будет ли это все видно или нет хочу здесь заснять для вас мукбанг к сожалению огромного выбора разнообразия мукбангов не будет потому что здесь суши не закажешь любой еды нету зато будут классные виды смотрите какие цветочки растут у нас у соседей можно попроситься к ним сюда снять мукбанг или просто зайти и снять но боюсь что потом они будут в шоке что ты делаешь у нас в огороде на телефоне до сих пор не смогла настроить интернет поэтому не могу зайти в инстаграм посмотрим вечером еще попрошу нашего соседа ой больше всего я боюсь что здесь очень много ящериц а еще я несколько раз здесь видела змей поэтому с осторожностью ставлю ногу иду картинка получается ну просто идеально я попробовала и думаю это нечто надо побольше мукбангов успеть заснять потому что надолго я здесь точно не останусь исключительно из-за интернета и вот сидя в этом положении мне хочется рассказывать вам именно про мое детство хотя нет в этом мукбанг я расскажу про приезд там некоторые моменты соседи на меня смотрят что я сижу снимаю мукбанг тут под кустом знаете что плохо вот наш дом находится очень рядом с улицей то есть у нас с этой стороны сосед а с другой стороны у нас улица и ребята которые идут супермаркет и возвращаются видят меня через деревья вот это конечно плохо но с другой стороны если ты хочешь за кем-то последить что-то хочешь подслушать это просто идеально а бабушка какая радость моя бабушка настолько любит деревню она обожает там не знаю вырывать сорняки просто гулять такое ощущение что все болезни куда-то улетучились настолько человек счастлив я бы тоже с удовольствием бы здесь осталась если бы решила все свои проблемы а я вообще кстати растеряша прикиньте я потеряла блеск для губ я оставила желтую свою эту ветровочку или джинсовочку желтую в которой я вчера снимала влог ее оставила там в прошлом доме в котором я была еще я потеряла блеск для губ хорошо что у бабушки был бальзам бабушке всегда все есть все необходимое у нее берет на запас а вдруг понадобится когда она берет ненужные вещи я начинаю ругаться что это зачем то зачем кто это будет таскать а потом в результате все эти вещи мне становятся необходимы даже в полевых условиях посмотрите насколько аппетитно разрезан этот сыр огурчик а какой помидорка здесь мацони корейская морковка даже это кстати приданная мама это бокал прикиньте вот сколько лет этому бокал бокал старше меня вообще и тут мама такая с маником старается во всю и такая сразу не снимай не снимай единственное что с телефоном проблемы с интернетом а так жизнь лафа просто что-то камера тоже начала меня подводить я болтаю болтаю в конце увидела что нифига ничего не снимается гляньте гляньте как будто знаешь какое-то море показала да вот этой водой кстати поливаются деревья сейчас мы идем идем в сторону участка который у нас есть там недавно мы посадили деревья как раз покажу какого размера уже они я давно там не была не видела маленькие ну короче у нас там черешня и мы идем не с пустыми руками мы идем с удобрением я тут в роли ишака а вот этот дом государство построило ветерану войны шагиду он умер в карабахской войне и вот государство как бы подарок сделала купил участок и построил дома участок тоже они да от государства подарочек а кто просто участвовал не умер там все нормально тому в деревнях дарят корову а корову потом можно продать и купить айфон вот айфон не купишь на корову почему корову почему можно продать дешевле же коров стоит ну тысяч тридцать пять стоит а это наш участок здесь у всех уже дома кроме нас ну зайдешь потом снимешь что ли а здесь еще есть дрова это наши мам нет может украдем ну просто а здесь такая дырка можно зайти я надеюсь тут есть какие-то фрукты уже спелые здесь у нас разные деревья есть это даже не знаю что а это фундук орехи там у нас черешня вишня все что хотите это черешня хочу рассказать вам историю нашего сада изначально мы здесь посадили черешню весь сад был в черешне но черешня это очень капризный фрукт его очень трудно выращивать поэтому к сожалению можно сказать 80 процентов деревьев которые мы посадили все высохли а это тополи их используют в строительстве домов когда уже доходит дело до крыши единственные кроссовки просто в говно не знаю как я в них конечно поеду в город а еще я всегда очкую когда прохожу здесь встретить какую-то бешеную собаку не помню давненько здесь у кого-то была какая-то бешеная собака которую все жутко боялись я очень извиняюсь но это просто жопа 39 процентов за три с половиной часа господи как загружать видео с такой скоростью интернета нет здесь я долго не смогу к сожалению сейчас организуем быстренько чай у нас еще в огороде косят траву наш сосед ему эта травка нужна кстати очень капризный газ он резко взрывается очень взрывоопасен оп сейчас будет чай этот чайник мне кажется возрастом с меня вот сколько я себя помню всю жизнь был этот чайник смотрите какой милый милый комочек здесь сидит счастливая я бабушка как тебе твой дом мой дом очень хороший да бабушка здесь счастлива у себя дома здесь вообще атмосфера такая хорошая и погода хорошая нам повезло совсем если в июне приехали было бы очень жарко а сейчас не холодно не жарко самое то смотрите что произошло кастрюля теперь стала вот такая с рисунком очень своеобразный у нас здесь газ иногда взрывается а еще мы звезданули сирень у наших соседей растет пахнет обалденно я вообще люблю сирень когда мы жили в Саратове у нас был кустик сирени и пах просто офигенно вот так быстренько зашли звезданули взяли себе и вот положили пахнет обалденно налила себе чай вот в таком стаканчике это стаканы наверное детства моей бабушки она когда замуж выходила ей дали 6 таких стаканов в подарок и она была самая крутая чувиха ей дали 6 стаканов еще плюс дали замок и одну кроватку односпальную теперь я хочу перенести этот стол на свежий воздух это просто замкнутое пространство я хочу перенести этот стол он очень легкий ну все готово аккуратненько красиво вытерла стол притащила сюда цветочки налила себе чаек конфеты мамы нету дома бабушка не хочет чая поэтому одна попью а вот такие вафельки кстати вообще не люблю попью чай с этой жду пока загрузится и вот такой у меня вид а это кстати сплела бабушка это мы собирали в соседском саду эвелик кто не знает это специально такое растение его высушивают а потом готовят плов и сверху кладут этот эвелик получается очень вкусно это лесги на которые живут в горах всегда готовят именно его кладут ее и м и в в